Живописные пейзажи Урала, эпохальное зодчество и красочный натюрморт. В Бобруйске открылась выставка памяти заслуженного художника России Рашита Софиулина. Кандидат педагогических наук, автор многих творческих идей и выставочных проектов, воплощенных в жизнь и получивших заслуженное признание. Всех регалий кажется не перечесть, но самое главное – он блестящий мастер живописного этюда и пейзажной картины. Тонкий колорист, воспевающий российскую природу. И здесь будут задавать вопрос, вроде как он мусульманин, но очень много церквей, монастырей, потому что он, во-первых, любил зодчество, любил природу и, наверное, он писал окружающий мир, что его окружало. К сожалению, при жизни у талантливого мастера для персональных выставок не было времени. Рашид Астахович был полностью отдан педагогической деятельности. Теперь этот пробел восполняет его брат. Фарид собрал 85 полотен художника и рассказывает о нем миру. Начал с родины. Выставки проходили в Магнитогорске, Белорецке и Санкт-Петербурге. На Бобруйскую же землю привел друг студенческих времен Рашида Астаховича. Местные вдохновились колоритом. Хороший, добрый, славный соцреализм и вообще реализм. Вы знаете, сейчас очень много художников себя ищут. Формальные композиции, какие-то измы, даже не знаю, как назвать. Но вы знаете, я думаю, что зрителям всегда очень приятно увидеть искреннее, доброе искусство. Понравилась сочность, сочность, пейзажи, шикарные пейзажи. То есть натура выбрана очень интересным художникам. Ну и вообще интересно, интересно. Хорошо, что у нас в городе проходят такие замечательные выставки, и что к нам приезжают абсолютно незнакомые для нашего круга художники. Великолепная советская реалистическая школа, чтобы в нее не кидали, лучше, прочнее не сделали. И он сколько лет работал, они красивые, они интересные, они современные, актуальные. Следующая точка на карте снова в России – Казанский Кремль. Там выставка пройдет 2 июня, в день рождения творца. Увидеть полотна мастера можно до 5 апреля. Время работы художественной галереи – среда воскресенья с 10 утра до 6 вечера. Анастасия Шевцова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.